Мы находимся на огородчике у Игоря Барабаша. И вот жена его Елена нам дала согласие собрать помидоры. Потому что были первые заморозки, ботва повяла вся. Вторые, говорит, сегодня ночью будут и могут померзнуть помидоры. Вот мы сейчас собираем с братьями усиленно. Принесли две ванны. Я вот говорил, непонятно как. Вот сегодня третье сентября. Мороз, застыла вода уже, все, лед. Ну все, помидоры, огурцы тут, все пропало там еще. Ну для чего, думаю, это так. А дальше целый месяц жара жарит 30 с лишним градусов. Два дня мороз, две ночи мороз. Это каждый год такая штука. И только сейчас понял, ну для чего, для чего, для нас. Это Лена Барабаша тут набрала уже себе. И нас позвала-ка в колхозе, подберить еще надо. А мороза-то не было, нам бы фигушки еще досталось. А так-то мы, вот они. Две ванны, да два ведра привезли. Не худо. Смотри, какие тут еще есть. Это мы сегодня уже их можем в дело пустить. Мало того, сохраним еще, да и до Барнаула дотянем. Все, молоденька, Бог помиловал нас. Слава Христу. А вот тут Барабаши нас и позвали от Лены. Больше никто не додумался нас позвать. Да притом собрали мы дивно. Смотри, две ванны и два ведра вот еще внизу. Ну теперь будем смотреть, какие мороженое, не мороженое. Будут поспевать. Вот как Господь делает. Конечно, блажение давать, нежели брать. Ну, у нас нет этого. Что-то оставался один Володя. Мы уехали помидоры в Лиссабоне кушать. Вот Господь благословил так. Сегодня у нас еще 3 сентября 2014 года. Эти вкуснее помидоры. Мы в лесу были как раз. Пилили-то. И ваши звонки мы не слышали. Алена звонит, звонит раз за разом-то. Ну тут Виктор выключил пилу-то и услыхали. Давай. Держи. Так, накрыть бы надо этой палаткой. Палаткой накрыть. От завистников, чтобы меньше завистников было. А то у нас военная палатка. Накроем ее. Вот. Ну и слава Богу. Так, а остальные это там уже соберете дальше? Ну ладно, соберем. Все, чтобы ничего не пропало. Поехали. Мы уезжаем совсем сегодня. Ну, спаси Христос. Завтра еще живите. Спасибо, Христос. Завтра в 7 часов с козловым поседуем. Вечером. Если Господь был господин. Вот так. О, смотри, кошки. Не морщат. Смотри, глядя. Она лежит какая-нибудь. Подойди к ней. Вон они какие-то. Вот это природа. Так, видите, пониже так делай, чтобы ровно было. Вот они какие-то. Вот они какие-то. Вот как раз, смотри, Артаня. Зарубежный телефон. Вот мы пришли на домик саманный. И здесь вот делаем ремонтной работой. Где-то что-то поднимает. Вот Игнатьич сидит. Что-то делает. Игнатьич, а что вы делаете? Что делаю? Видишь, какое дело. Подвезло. Коленки не сгибаются. Руки вот такие вот плохо работают. А тут оказалась скамеечка. Ямку. Впервые в жизни копаю, сидя на скамейке, ямку. Это у нас тут домик. Гостиница для мужчин как бы. Ну, когда делали веранду. Сейчас покажу ее, какая она. Видишь, поставили шпала. Шпала-то плохие. Вот она выгнула. Видно, так сбоку зайди, чтобы вот с той стороны. Вот она шпала. Она вся сгнила. Вот она. Ну, ничего тут нету. А на них упирается прибита доска. На них вот эти балочки. Вот. Ну и... Вот сейчас заготовили, сходили в лес. Это клен. Сорное дерево. Зайди сюда, посмотри. Я расскажу тут, как было дело. Вот с улицы. Это вот у нас тут столбы. Оттуда электричество идет. Ну, идет туда. Там была баня у нашего озера, у пруда. Видать или нет? Отсюда ее. Ну-ка, посмотрим. Нет, тут не видать. Заросшее все. Вот. А теперь там у нас насос. Качают на огород и в лагерь. А вот это у нас лицо. Здесь у меня книги хранились. Вот это барану такое сделали. Вот это вот щит. Это не просто щит. Это стол. Стол. Это вот дополнительный. Мы накрываем. Это 20 человек сразу может принять. Накормить, напоить. Ну, тут маленькая по инструменту. Этот дом называется Саманный. Я его купил. Тут когда-то одно время поселился у нас. Не поселился, а... Ну, как бы с сыном вместе. Приехал милиционер, подполковник, дружинин Геннадий Петрович. Супер пакостный был мужичонка. Всякие жалобы строчил в прокуратуру. Я как-то приехал, а там прокурор района был Риферт Юрий Николаевич. Показы целой пачкой. Кого-то мы ограбили. Там я завел специальную команду Альфа. Там переодел. У меня действительно шинели. Вот они, шинели. Много было. Вот они, шинели. Это вот. Действительно, у меня много кителей. Вот они. А кителя звезды мы все спилили. Это летное училище. Высшее авиационное Барнаульское училище было. Ну, и я там вел занятия. И у меня хорошие были отношения с начальством и генерал-полковником Кенковым. Ну, он в ГКЧП пострадал, Борис. Мы всегда большие палатки. Он прислал огромные танковые палатки. Ну, помогал. Вот. И мы за него молились. Как дождь, только едим. Детям дадим хлопья кукурузные. Молимся за дядю Борю генерала. Так звали. И вот дали мне примерно 70 кителей. Постирали мы их в Барнауле. Привезли. Ребятишек одел. Они плотные. Комар не прокусывают. Они мне как солдаты швейки. Он это все в вину нам ставил. Кого-то... Ну, придумал. Просто не знаю как. Один фрук начали готовить большой. Наняли технику. Коров там режут, свиней. Чтобы оплатить. Бульдозер привезли. Один, второй. Роют. Пришел, надел форму. Остановить работу. Почему остановить? Он никакого отношения нет. Он прописан пенсионеру. У него две дачи там. В этом в Барнауле было. А там может стратегический кабель внизу. Представьте себе. В пустынном месте, в околке. И стратегический кабель. То есть совершенно сумасшедший. Корешок хреном лечился. Два корешка хрена и три литра спирта. Он их намачивает. Одно время давай бегать по деревне здесь и кричать. Игнатий хочет меня убить. Ему говорят, так он в Барнауле. Да как в Барнауле? Я его сейчас вот видел. Да я знать про это не знаю. Он пришел. И вот пишет. Маленько, подожди, сейчас прям. Сойду только, я маленько скажу. Заходи сюда. Сейчас я выйду. Я тебе дам все, что нужно. Вот, заходи. Это вот. И он решил построиться. Построил что здесь? Саманы. Из Самана. Нанял людей. И они построили. Ничего. Потом кирпичом обложили. И он клеветал непрерывно. Я подал на него, это 129 статья, часть 2 уголовного кодекса. Клеветы разносить и прочее. Ну, его засыпили и потянули. А у него дружок был широкий. Прокурор Октябрьского района. Он закрывает дело. А у меня, дружок, прокурор, края, генерал-лейтенант Параскун Юрий Федорович. Ну, и тот отменяет это дело. Того на покой. Следователь, однако, Андрусенко, или кто там, началась что-то за него, ее убрали. Новое расследование. И дело показало, что ничего этого нету. А они закрывают и не говорят мне, что дело прикрыли. И на сороковой день, как они закрыли, мне не сказали, у нее инсульт, он умер. И жена приехала продавать домик, никто не берет. Она ко мне, ну, возьмите. А он-то косоман, и ничего тут не было еще. И вот теперь мы сделали гостиницу, видите. Четыре койки. Вот оно все. Коврики. Ну, покажи даже, Маринечка, шагни туда. Печку я тут делал. Он сам-то ничего не умел делать. И все это уже теперь позади. Вот у нас общий счетчик. Идет туда, энергия. Вот. Выхожу. Ну, а мерки каких не принимала власть-то. Потому что ничего не было. Это была выдува. Так, сейчас я подойду. Ой, там закрой все двери уже. Закрой. Вот такое дело. Все. Вон батюшка пришел еще. Съехал Анатолий Кузьмич. Иди забери там это на крыльце лежит. На крыльце ножки лежит. О, понял. Значит так. Ты червей копаешь. У меня здесь червей море. Я могу накопать хоть банку полу. Слушай, да это же все платно. А я бесплатно. Я уже накопал. Я не продаю. Даю просто. Второе. Слушай внимательно. Мы по воскресеньям ездим по соседним селам на благовестие. Хотел бы поехать? И когда мы собираем людей там в клуб или около сельсовета, или на площади где-то, и там скажешь слово, выйдешь перед народом. Ну, если я живой буду... Так на машину, чтобы подговори Жене, чтобы поехал, помог нам на машине, чтобы люди ввел. Сань, чтобы лицо не светило. Маленько шаги вот так вот. На воскресенье в это. Мы едем в село Подстепный, через которое проезжаете. А, Подстепный. Да как Подстепный, там баптисты живут. Чем более ты найдешь своих. Но мы едем сейчас. Мы там все села мы обошли. В каждой селе, в библиотеке мои книги. Мы сейчас раздаем напоминание, где книги. И дальше собираем людей. И даем данные наши интернетные. Собираем людей и договорим им о Христе, о спасении. Предложение. Ну, предложение, я говорю. Надо дожить еще до воскресенья. Ну, так надо вперед, надо дожить. Дожить уже четверг сегодня. Два дня осталось. Надо сегодня уже намещать. Мы литературу берем. Мы даем новые заветы тебе в руки. Все расскажем, как заходишь. Да я один завет тоже взял на всякий случай. Мало людей я буду. Мы берем с собой ящики. Мы раздали 30 тысяч Евангелия только. Ты сам знаешь, мы проехали только за последние 3 года. В летние месяцы 117 тысяч километров. По Тихого океана до Португалии. И везде встречи, беседы. Везде в каждой библиотеке национальной дарим книги. Это все в интернете стоит. Я все где-то как вспомнил. Да ты же здесь. Ну, посмотрим. Так, в воскресенье у нас намещаются беседы. Каждое воскресенье беседы здесь как бы. Ну, свои уроки проводим. На вопрос будет такая тема. Приветствия. На слово приветствия что-нибудь можешь приготовить? Посмотри по Слову Божию. Я буду говорить, а потом каждый может что сказать. Тема осветить. Приветствия. Что оно означает? Кто его ввел? Всегда ли оно полезно, целесообразно? То есть вот я тебя... Ну, приветствия, оно всегда приветствует, дорогой брат. Да, 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 я знаю. Передавайте общине вашей, хор наш вашим. То есть единение какое-то. Единение, да. Ну, вот на эту тему. Когда я тему эту раскрою, а после этого всякий желающий может дополнить. Имей это в виду. То есть вот тебе в воскресенье уже два заделья, так скажем. Поехать с нами на благовестие. Я не поеду. Я на благовестие сейчас не езжу, я остаюсь дома. Вот, это уже третье будет по селам, где я впервые не поехал. Я остаюсь дома на пульте. Потому что тут надо проводить занятия. Ну, так подумай, что тебе дороже. Пойти на благовестие, там, может, своих найдешь, пригласишь. Наши данные. Пока там, это... И сейчас даже если куда-то ездят в район, то там еще не спрашивают. У кого? У районной администрации. Никогда ни у кого не спрашивали, не будем спрашивать. Нам это не повелено. Я делаю то, что Дух Божий велит, а не то, что они скажут. Какая будет тема? Я выпрашиваю на молитве у Бога. Никогда не было этого. Нам это и не надо. Тем более в этих селах, куда нас уже знают, и мы там были. Там наши люди. Как? Вот в прошлом году вы ездили где-то сюда, приехали, договорились с администрацией, что вам дали помещение там говорить что-то. Как? На улице нам не надо помещение даже. Хорошая погода, мы собираем на стадионе. Пришли на стадион люди. Мне зачем нужно-то стадион? Ну, сейчас на улице. На улице. А зимой мы договариваемся с сельсоветом, они дают там помещение, это в школе, в спортзале где-то. А то у нас такое было, клочки. Вот. А чтобы так ходить, им на поклон, не, не в этом, то, что ради помещения. Ради помещения. Председатель сельсовета, расположенный, председатель колхоза, расположенный, все. Ну, наши знакомые, можно сказать. Ну, хорошо. Ты имею в виду. Пошел я на рыбу. Так, червей надо? А я уж накопал. А я откуда я знал? Я знаю, что ты копал. Я копаю, а черви любят сырое и где крапива у корней. Вот я посмотрел, что обычно рыба любит красный червей. Да я тебе дам, у меня красный. А вот копала, не какие-то все навозные, такие, сбила. Нет, у меня не такие, здесь навоза нет. Вот давай пока копну, раза два хотя бы. Вот, посмотри. Видишь, что делаем? Пало-то попорчено. Вот они. Все, пошли. Ну, кого тут? Теперь ставим столбы усилия. Ну, ставили-то такие уже. Ты Константина Русакова не знал? Сейчас точили мне, не варнула, Севастьян. Он ехал с гуманитарной помощью, на Украине его убили, хоронить привезли. Очень хороший человек. Я его знал во многом процессе, когда я судился, Константин Владимирович принимал участие. Вот коммунистов громил там в пух и прах. Он организовал там даже профсоюз в ГТРК. Возобновил дореволюционную газету «Жизнь Алтая». Зав. Кафедры Алтайского государственного университета, кажется он историк, то есть исторический. Заканчивал он юридически. Очень, очень активный человек. Мы сейчас посмотрим, где у меня тут можно копнуть. Я уже много копал. Так, смотри. Смотри, смотри, смотри. Вот. Я буду копать, а ты выбирай. Смотри, где выпадал. Вон он попал. Держи, какой. Здесь никакого навоза нет. Ну, такой же. Не такой? Такой же. Такой? Я не знаю. Вот сейчас, подожди. Я загляну, где тут можно. Подожди-ка, подожди. Ага, вот оно где. Давай. Во! Вот он, смотри, два червяка. Тоненькие вот это хорошие. Ну, тоненькие, видишь? Это, тоненький, не пойдет его, пока насаживают на крючок, он сломается. Я тебе накопаю столько. Ладно, не хватит. А что, смотри. Ты приехал отдыхать. Отдохни по полной программе. Ну, вот близко очень к этому. Ладно, все, я накопал там уже. А вот на глине попробуем. Ну-ка, подожди. На глине нет. На глине, на глине. Может быть, тут особая. На глине, нет. Не очень глина. Сам не может быть. Вот Игнатьич заметил необычное поведение своих голубей. У меня всегда было желание, чтобы у меня был домик с деревянной крышей, как раньше. А голуби-то, они едут юзом, но это сидеть не могут. А когда деревянная крыша, они вот так вот усыпят. Я с детства это видел. Ну, до того мне нравилось. Вот так вот, чтобы крыша была деревянная. Она с побежками с двух сторон, каждая доска двухслойная, трехслойная. Она может стоять полста лет, и ей нужды даже нет. Вот сегодня я увидел первый раз, они сидеть-то не могут. Они сидят и юзом катятся вон, видишь как. Но нигде никак не это. Можно заказать, конечно, но это деньги стоит. Вот так. Так, с вами тебя сниму. Вот ребята, как в деревне работают, хотел показать. Это вас потихонечку. Вот они везут мои усиновые ребята, Исааки. И идет, помогай молодому Стефану. Вот видите как. Там овес накосили им, везут в свое хозяйство, коров покормить. А у нас вот голубятня. Володя там сидит. Поднимаем корм, пшеницу, то есть отходы голубян. Очень трудно поднимать было. И сегодня решили так сделать блок. Как удастся это. Видите, это вверху. Это 9,60. Вот оно как выглядит. А тут рядом наш скворечник, где мы и находимся. Вот сегодня 2 сентября 2014 года. У меня 2 голубятни, а одна находится вот эта, 9,60, крыша ее. И вторая вот здесь. Голуби сейчас сидят, уже налетали, столько что летали. Здесь у меня 17 голубей белых летают. Преворачиваются. Я ее люблю больше, чем это. Тут там просторно. Сяду и помолиться есть, где я отдохну. Вот. Володя главный труженик. Там видно вот у нас распятие. Но я кручу, потому что у меня руки не держат. Все пока. Там что-то Виктор Николаевич командует, показывает, как. Вот он голубя спихнул. Голубя на это. Вон он куда полетел. На наш скворечник сел. Голубка. Из гнезда спихнули ее. Я Пащенко Владимир Александрович. Сегодня нахожусь в деревне Потеряевка. Малматовский район. Пасу коров. Сегодня первый день выгнал. Вот. Сейчас они у нас Переходят Через лог последний. А там У нас лагерь. И стоило их буду загонять. Вон там на том берегу стоит Игнать Иванович Крадкин. Со своим Верным Песиком. Шариком. Вот он фотофирует. Коровы стоят Угдивление. Потому что Маленькую собачку увидели. Шире шаг. Привет. Коровки. Ну что Не видали что ли Собачки маленькой. Стоят Завороженные. Вперед. Следующий шаг. Подтянулись. Телятки. Вперед. Ну Догоняйте стадо Свое. Стоятки. Стоятки. Побежали. Вот они сейчас будут переходить. В этом году дождей мало было. Влага полусухие стоят. Хотя в прошлом году Так проходит, что даже Сапоги не помогают. Наливаешь. Вот у нас коровки. Овечки тут. Все вместе. Все, Господь. До ума. Ясно погода. Безоблачная даже, можно сказать. Ну что встали-то? Вперед. 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 Кровки. Не задерживаемся. Игнатьич подоржает Осленку. Издает Звуки. О! Обходят сорной. О, оставились. О! 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 Удивительно, что стоят даже. Ой, как они. Ну, Шарик, пошли. Вот он пришел тебе, Вова. Вот они уставились на нас как. А то растянулись. Ну, пошли домой. Пошли, пошли. Вперед, вперед, коровки. А вон стоят маленькие, твои маленькие. Они маленькие какие. Ну-ка, давайте. Ой, девочка хорошая. Ой, скорее, скорее, Сарик. Ой, да они замечательные какие, а. Я вешки тут. Пошли встречать своих. Никогда не ходил ныше. Первый раз. Потому что наш уран спасет. Молоко зарабатывает. Ну, что, как пропаслось-то? Слава Христу. Отлично. Ничего никаких не было? Нет, нет. Ну, слава Богу. Так пришлось немножко побегать. Ну, ничего. Немножко побегать пришлось, но без этого никак. Ну, а как безотворно. Вот они какие. Вот. Мы где-то, они удивлялись. Ладно, хорошо. Дождались. Видишь, наш? Вот эта лага, это потоп шел, когда потоп. После потопа так образовались. Я об этом говорил. Вот здесь вот сейчас ложбинка будет, и видно, как вода спуткала. Объяснение никакого нельзя дать больше. Это всемирный потоп. Ну, я в ковчеге плавал, может быть, здесь где-нибудь. Давай, испугались. Ну, и слава Богу. Да, слава Христу. Да, все хорошо. Я пересмотрелся, что дрова будет уронить. Отдай. На скорейшем. Да, отдай. Пишем, продолжаем. Все, надо залазить. Что, ему отдать? Отдать. Дык, на. Включено. В этом домике, на скворечнике. Скворечник, это мой домик деревянный. Вот он. Мария Лапкина, 14. Потеряю-ка, мама, тоскирую на Алпайский край. А я, Савченко Виктор Николаевич, здесь живу уже 12 лет. Вот с братьями Владимиром. Вот он, брат Владимир. И с Игнать Тихоновичем завозим дрова. Господь дался сбыткам. Вот таким способом граблями. Граблями и ногами сгружаем. Вот как надо делать. Воль на выдумку хитрая. Вот сколько дров. Но у меня там еще поленится. Вот там, в сторону голубяки. Покажи про наш это там, шава-тара. Скажи, как в Барсучину лазил, подземная церковь была. Это дорогу прочистили. А здесь нет, чтобы убрали. Это здесь, чтобы трактор проезжал. Дорогу освободили. Здесь вот была церковь домашняя. Подземная, вернее. Водник и верну. Советской власти водник. Вот. Тут была, она еще, Барсучья нора. Не видно было ничего. Вход. Вот. А здесь у нас это овечки. Содержатся днем. Отдыхают они здесь. Вот они, ловницы. Ну вот, слава богу. Вот, кучка пинкров. Это у нас тут столбушки тут. Жердочки. Давай, вот. Сейчас его дернем, а потом загнем молотком. Давай-ка. Да, все, раз. Пробую, я устанавливаю. Все, не идет. Давай. Все, нормально. Вот, брузит. Третья телега у нас. Вот дрова какие. Видишь, в Сибири все идет. Любая палка, она будет давать тепло. Говорят, что дерево аккумулирует солнечную энергию. И поэтому вот она холодная. Холодная. А когда разожжешь, начинается здесь реакция. И тепло идет. И нам хорошо. Будем сидеть у компьютера. Поклон всем передавать. Вот она какая. Такие дрова. Пожалуй, в Германии это не продать. Закидают. Ладно, смотри, какой забор-то сделали мы. Из этих, из стучков. Из веток разных. Это покажи, чтобы люди знали, что жить можно в любой установке. Вот здесь яма эта, бугорбая. Посмотри, как его разровнялось. Да. Все, потом оттуда поедем. Все, слава богу за все. Сюда выезжать, да, будет? Все, пошли, Володенька. Давайте, Володь. Игнатий Иванович Лапкин. Проходит лечение свое. Игнатий Иванович, прокомментируйте, что вы делаете. Что я делаю? Да. Простыл. Гланды. Все до одного зуба заболели сразу. А простыл как? По дурости своей. Из бани пришел пропаренный. Я знаю, мед нельзя пить с холодным. Ну, думаю, горячего не приготовил. Выпил кружку полную, пол-литровую. Да еще медом разбавлю и пью. Ничего нету. А потом уже через день начало проявляться. Сейчас вот она, картошка. Барнет картошка. Это одно из самых лучших лекарств. С детства помню. Мама у нас на картошку и все. Никакие давления. Никто ничего не то. Вот это уберите, просил. Под ногами у меня. Подожди-ка. Вот. Вот меня накрыли. Я старался, что я нос вытирать, чтобы даже пот не капал. А сейчас попрошу мне дать горячей воды. Так, сзади второе одеяло сползает уже. Сними его. Вот, пока сяду вот так. Вот, этот мед убрать все. Подвинуться. И горячего, которое есть. А где Люба-то? Кашу накладывает. Так. Позови ее. Пусть она мне чаю горячего тогда с картофельной, которая есть. Даю. Картофельный, который... Подожди, на бумагу не наступай. Нужды-то нет на этом. Кокать не могу. Вот. Теперь я этот отодвигаю подальше. А зачем пододвигаю? Это я сяду. Так, мне наложи в чашку одной картошки горячей и картофельной, которая горячая вода. Вот. Ну вот что, на что я похож-то? Мы чувствуем, сразу помягче стало. Вот так. Надо, значит, беречь здоровье-то. А что, зубы болят со всех сторон? Все. Десны сразу воспалились, губы с той стороны. Ну, хватил, будь здоров. Ну, давай-ка, голубушка, мне. Вот, ложку дай мне для меда. И вот смотри, как я грею. Вот сижу перед компьютером. Вот. Тут застольное размышление. Вот. Виктор за вторым компьютером. Ну, я проверяю тут наши видеоролики на YouTube. В Mail.ru. И вот я тут прочитал сегодня. Самые интересные отзывы дает Валентина Пивень. Вот она пишет. Очень аппетитный разговор. Помидорчиком, лучком. А разговор с Сергеем Пупковым. Утонуть, в кавычках, можно по значению и смыслам. Еще год назад я услышал бы такие нескладки в теме беседы. Но сейчас слышу такую глубину, что плакать хочется, что Сергей Пупков не понимал. Тупо не желает понять, что главное, о чем пытается позаботиться Игнатий Тихонович, это жизнь в здоровом теле Сергея, а не работа с выработкой. Все второстепенно, если вдруг Божья милость не покроет наше нездоровье. Болезнь пришла, и все заработки остановились. Сергей, помолись и пойми, о чем главном хотел поговорить с тобой Игла. Всем многое лето во имя Иисуса Христа. Виталий какой-то пишет. Обожаю такие ролики про село с Игнатием Лапкиным. Смак. Ну, конечно, понравилось ему, видно. А здесь один пишет. Игнатий жжет. Обслуга сегодня, щегой-то, не очень. Ролик понравился, позитивный. Жуков, ах, тоже картошечки с помидорчиками захотелось. Вот видишь как. Вот. Теперь я захожу в мой мир. И опять натыкаюсь на Валентину. Опять она. Она, Сергей, другие вот это, Юрий Соболев из Красноярска, просто удивительные отзывы дают на ролики. Но сказать Юрий не понимает, о чем говорит, ну так нельзя. Не понимает. Человек грамотный, преподает в университете, в академии. Познакомились мы с ним не так и давно. Вот. У него, правда, все книги наши есть. Куда ткнуть, чтобы открыть? Вот в этот вот? Да. Вот. Сейчас посмотрим, что он пишет. Это я утром приходу, смотрю. Я вечером поразмысел, ну куда мне пойти греться. А самому дома сделать? Это надо ставить картошки. Картошки нету, пойти просить. Вот. Не подходит. К Надежде Васильевне, а она меня задушит любовью свою. Уложит в постель, накроет и день будешь лежать. Нет, пойду туда, где Любовь Николаевна. Она, хоть и где-то бывает и спотыкается, я ей подскажешь, она мигом назад идет. Ну и мои ребята. Вот. Что тут у нас есть? Тут Валентина одна заняла. Вот сколько есть, вот смотри. Вот покажи. Вот один отзыв одного, другого Валентина. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать раз писала Валентина. Это буквки набирать надо. У ней домашние дела. Замужняя женщина. Это Любовь. Вот образец. Мы неизвестно еще, может быть, расстанемся с ней. Все может в жизни. Одиннадцать и дальше. Раз, два, три. Опять три раза она, вот она вышла. Валентина Пивень. И нет ни одного отзыва у ней, который, ну, не был бы с подтекстом. Ну, тут разные люди идут. Бывают такие ругательные, там, прочее. Вот. Опа. Опять ушла. Ну, что ты будешь делать? Сейчас по Юрию я хотел показать. Юрий. Вот Юрий Соболев сегодня. Вот какая любовь у людей. Люди, которые вот замкнулись, у нас есть такие тут двое. Нигде. Ни на занятия, нигде. Одни совсем на богослужение не ходят. Старовер. А другой, так, выборочно, через несколько недель, один раз в церковь зайдет. Он пишет. Игнатий Тихонович, посмотрел ролик под названием «52 года в пути в Венсполсе». Летом упустил его, только сегодня наткнулся. Плакал вместе с вами. И как его вспомню, слезы так и наворачиваются. Храни вас Христос. Ну, еще тут непонятно, что так может писать только человек, который к делу относится, не только ко мне. Он понял, что такое обращение, чувство благодарности, невозможности отплатить людям в полноте, как я думал. То, что у меня очень материал такой, это трехтомник Нового Завета, с полным толкованием, с откровением по святым отцам. По 752 страницы каждый том. И там 297 моих комментариев. И 240 иллюстраций, полный лист. 230 из них Гюстава Доре. То есть очень сильный. Считаю, что лучший в мире за 2000 лет. И издать такой просто невозможно. Могут издать, но без комментариев им не осилить. Тем более мы сами раскрасили Гюстава Доре. Это лучший иллюстратор Библии. Полный, 230. Александр Марьясов пишет. День добрый. Меня он спрашивает. Мир вам, Игнатий Тихотович, ну как вы? Пришли в себя после длительного путешествия? Я отвечаю. Не совсем. Ноги, как не мои. Он пишет мне сегодня. День добрый. По всему это связано с позвоночником, от длительного сидения в дороге. Мне вообще сидеть нельзя было, только лежать или стоять. А я проехал 117 тысяч километров только на нашей машине. При этом идет стряска и давление на позвоночник. У меня иногда такие начинаются симптомы с позвоночником. Он дальнобойщик. Я стараюсь сходить длительное время по возможности босиком и подтягиваясь на турнике или просто вешу на недлительное время на перекладине или что-то подобное сему. Спаси Христос. Я ему даю совет. У меня три грыжи в позвоночнике. Я всю жизнь проработал на стройке. А одну вырезали. И вот после операции такое. У меня еще две грыжи. Мои операции были очень успешные. Кто операцию делал, он доцент, сейчас профессор Долженко. Он приезжал потеряя вкус здесь с женой был. Я приглашал. Я ему книги подарил. И он даже вроде бы обо мне, об этой операции говорил в Санкт-Петербурге. Там какой-то колоквиум был. Насколько удачная бывала операция. Говорят, можно было без операции. У меня очень знаменитые делали массаж, протяжки, ничего только не делали. И в санаторий возили. Ну, я не лежал там, а просто на испытании. Ничего не помогло. А операция помогла. И уже больше десяти лет я вот живу. Вот Марьясов этот. Я в восемь минуту. Краснодар. И он встретил нас, ждал на дороге. Не знал точно, когда приедем. Полный комплект ключей подарил. Там горошку зеленую. Что только мог привез. Но сплошная добродетель. И говорят, ну, это единоверцы. Нас встречали так же самые баптисты. Так же встречали и католики. И мусульмане. Дело это не в православных. А во Христе Иисусе. Потому что всякое доброе даяние от Отца Света. От Отца Света. Мы были на Украине в прошлом году. Проехали ее вдоль и поперек. В Одессе были. Там наши люди были. Тамара и Анна. Тамара Умнова. Это как жена убитого иеромонаха Григория. Она с ним не жила. Просто там для какого-то дела повенчали их. Чтобы ее в руку положили. Это еще при советской власти было. И были в Доманевке. Тоже Николаевская область. У Сухотского Александра. В других местах. Там Первомайский. Там наши знакомые священники Анатолий. Ну, везде. Доброта. Доброта от Бога. Какая искренность. Посещали двоих наших православных. Михаила Антонину. Одному 91 год. Другому 93. Вот. Поэтому. Мои книги находятся в библиотеках Киева. В национальной библиотеке и в парламентской. В Харькове. Национальная библиотека. В Одессе. Ну, то есть, мы на Украине были в прошлом году. Еще Крым был украинский. Около 30, наверное, городов посетили. Вдоль и поперек прошли. Так. Все. Идти надо. Ну, иди с Богом. Идти надо. Игнат Тихальевич, вот вы спрашивали, Жанна, что отвечает. Да. Что? Я посмотрел ролик про благовестие. Да. Деревня напоминает чем-то белорусские деревни, которые я проезжала. Вообще, бывшая СССР, везде одинаково, наверное. А с какой сектой эта бабушка, которая вопросы задавала? Да, с сектой. Бывшая наша прихожанка. И почему ты ей не ответил? Запрещено было. Нельзя отвечать. Еретика после первого, второго разумления. А ей сто два раза было говорено. И кто судит наших людей, они вот не на уровне. Это не так. Они на уровне. Поэтому, как один выступал шейх, там мулай говорит. Один пришел и спрашивает. Ответит. Он говорит, не знаю. Как? Ты не знаешь? Я не знаю, отвечать или не отвечать тебе. Главный вопрос. А если не отвечать, я на искушение не поддамся тебе. И так и здесь. Они выполняли то, что сказано. Им отвечать нельзя. Им ничего не надо. Это хулить или Духа Святого. Они попрали благодать, кровь завета, причащались, ходили, крещение. Тут принимали все, отвергли абсолютно. Никуда. Вдвоем собираются. И один вероотступник у нас тут был. Нарушитель седьмой заповеди. Отверженный всеми. И они его приняли, он нам хлеб ломает, дает богохульник, сквернавец. И как им отвечать? Я ответил все. И писание все здесь, что вот вы приводите. И дальше она говорит, или ты уже ее давно знаешь и толку нет отвечать. То есть она поняла. Абсолютно точно. Она поняла. Это Никитина Евгения Дмитриевна. Она пенсионерка. Была ревностно, на благовестие ездила. Но было упрямство. Десятину не платила. А десятину не платит человек. Господь говорит, меня обкрадывайте. А обкрадывайте кто ты? Вор перед Богом. Не людей. И всегда лгала. Я кладу десятину. Ни разу не ложила здесь. Мне-то она не нужна. Но ты лгала. А потом разницы нет где. А разницы нет, значит Бог вымел ее. Вымел ее. Затер. И семь злейших. И столько из них пакостей идет. Но все это сегодня, завтра не имеет значения. Все это кончено. Наши братья правильно сделали. Не отвечали. Их об этом предупреждали и говорили. Там ничего нету, кроме дьявольского искушения. Епископы, женаты, неженаты. Тебе какое дело? Развела здесь с семьями ребятишками. Жили. Оба верующие, венчаные. Подала на развод, развела, ребятишек утащила. А сейчас приезжают, помогают пасти. Это другая, которая здесь стоит. Помоложе. А сатанелому человеку отвечать нельзя. Нельзя. Потому что это свиньям бросать жемчуг. Это псы, которые на тебя бросаются и хватают. Но мы должны это перенести. Середиками нужно обращаться к уродка, написано. Может этим мы их привлекем. Так, тебе, Володя, не пора идти? Да, пора. Давай, иди с Богом. Я сейчас буду закусывать медом. А то матушка дала сотовый мед. И водой горячей это запила. И вчера я вот с ней вписывался. Последние ее слова. Слава Иисусу Христу за все. За надежду на жизнь вечную через покаяние. За веру православную. За то, что в такие трудные времена существует истинно верующие христиане. Слава Богу за все. Брат, прошу тебя помолиться о Татьяне. Что это одна сестра из Москвы. Она недавно ушла в ислам. Все на этом. Это как надо было быть уже свернутым, чтобы православие оставить, в ислам пойти. В исламе много хорошего, но нет Христа, нет Спасителя. Нету. А мы вчера с братом ролики, я ему рассказывал. Позавчера я смотрел, а вчера он как в Москве русские обращаются девушки в ислам. И такие радостные они. Трудно устроиться на работу или вообще невозможно. Скрытая камера снимают, она в хиджабе заходит. У нас таких не принимают. И она все равно держится за это. Будет четвертая женой, и она довольна ей будет. И там как раз одна ее показывает. Она говорит, я ищу сейчас по компьютеру мужу вторую жену. Я, говорит, слабая, здоровье у меня слабое, ему надо крепкую. Ну то есть я вижу, что в нашем браке это необходимость. Это не только моего мужа решение. Мы это обговаривали. И из-за того, что у меня слабое здоровье, очень слабое, от меня, наверное, половина жены остается даже. Можно сказать, что из меня еще одной жены полторы жены получится. Если это будет женщина, которую мы найдем вместе, даже в первую очередь я, потому что мой муж сказал, что я найду, а у него нет таких, чтобы она была там, любовь какая-то, трясучка там, перед нее и так далее. То есть, в принципе, вот это и такой, у него сердце большое, он сможет любить и 10 женщин. Раз надо мужу, значит так и будет. Русские самые строгие мусульманки. Знают Коран чуть ли не наизусть, носят самую закрытую одежду, регулярно ходят в мечеть. Даже анекдоты у них религиозные. Да, и подходит такой старый, мемочный старый такой, притягивает ему руку, он хватает его за руку. Ты кто? Он говорит, я твои утро не намазали. А, нет, нет, я твои намазы, конечно. Он говорит, а почему же ты так поздно пришел? А, ты тоже всегда на намазы пас. Субтитры создавал DimaTorzok